22 августа 2020 года компания из трех человек проводила выходные в одной из квартир многоэтажного дома в заводском районе Орла. Ничего необычного, повеселились и стали вроде бы расходиться по домам. Но спустя время они вернулись в подъезд и стали ломиться. Иначе не скажешь, в квартиру на другом этаже. После полуночи в мою квартиру три неизвестных человека начали стучать, били руками и ногами, говорили, что выбьют дверь, просили выйти. Мы им сказали, что мы с ними не знакомы. Они, видимо, перепутали квартиру, им нужно было этажом выше. Троица не успокоилась и начала громить подъезд. Они разбили стекла, вырвали пожарный шланг и затопили этаж. На этом не остановились и пошли крушить детскую площадку. Им сделал замечание случайный прохожий, после чего для дебоширов он стал потенциальной жертвой. Молодой человек попытался скрыться от агрессивной троицы, но они догнали его у лифта и принялись жестоко избивать. Пострадавший угодил в реанимацию. Когда они вышли, они считали, что они вообще убили меня. И собирались ехать все на район. И в их словах было, что сейчас мы приедем на свой район, мы еще кого-нибудь убьем. Были такие слова. Молодых людей задержали и возбудили в отношении них уголовное дело по двум статьям. Умышленное причинение вреда здоровью и вандализм. Несмотря на наличие видеозаписей с камер наблюдения, на которых в красках показана вся эта история, тяжба длилась год. Прокурор просил для обвиняемых два года ограничения свободы. Возмещение морального вреда потерпевшей, его зовут Николай, оценил в 500 тысяч рублей. Этот иск выделен в отдельное производство и решения по нему еще нет. А вот приговор суда был мягче, чем требовало обвинение. Подсудимому Ломакину А.Р. и Тимохину А.С. по совокупности указанных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний судом окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 10 месяцев каждому. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законном порядке. Я буду подавать апелляцию по данному решению в вышестоящую инстанцию, потому что, как бы, скажем, несправедливое решение, как на мой взгляд. Ранее подсудимых уже привлекали за мелкие хулиганства, но серьезных наказаний за свои поступки они не получали. Теперь молодые люди должны понести наказание. Им запрещено выходить из дома после 22.00, а также посещать бары, рестораны и кафе. В то, что осужденные встанут на путь исправления, потерпевшие не верят. Артем Смахтин, Влад Кольцов, Ирина Волкова, телеканал Первый областной.